друзья всем привет вы на канале live minibus и сегодня мы посмотрим этот автомобиль это toyota esquire гибрид в максимальной комплектации g премиум вот героем ролика у нас будет валерий но сегодня он останется за кадром я у него кстати уже был он покупал voxie вот он расскажет почему он сменил voxie на этот esquire вообще как так получилось но в конце ролика у меня для валерия будет сюрприз поэтому кто хочет узнать что за сюрприз оставайтесь с нами и смотрите ролик до конца ну что ж начнем и так вот сам автомобиль рядом со мной находится валерий и первый ему вопрос валерий расскажи нашим зрителям что это за автомобиль ну toyota esquire 17 года с пробегом 78000 куплен у егора вот можно сказать что как бы последний автомобиль который был перед санкциями vision уже поход таких не возит блин но выглядит он конечно вообще пушка блин этот esquire кстати вот life minibus кто хочет заказать автомобили с японии так и давайте взглянем сейчас сначала на аукционик вот аукционный лист видно машина семнадцатого года пробег 77 974 комплектация g премиум оценка rcc вот такие вот замечания то есть менее на крышка багажника царапины справа на двери а3 мятинки мелкие все такое валер вот расскажи нам пожалуйста как ты дошел до того что ты сменил свой вокси гибридный на эсквайр гибридный почему ты вообще это сделал но я не знаю как если помнят в чате от выкидывал фотки когда у меня в беларуси въехали в заднюю часть автомобиля на графе я скидывал мы найдем эти фотки я потому что это естественно все смотрел и рассматривал вот так ну и ну как бы тогда вся эта история закончилась нормально я страховка получился дела ну и поставил ее в автосервис через две недели ремонта мне позвонила хозяйка автосервиса и сказала не расстраивайтесь ваш автомобиль сгорел без как тут можно не расстроиться я бы селась им стоял она так сказала что типа но он не совсем сгорел немножко поплавился снаружи ну когда я приехал я конечно просто был в ужасе на фотографии естественно вы видите на экране так вы все стал вопрос что делать так чувством сиделать как дальше жить на чем ездить мы начал вопрос решать с хозяйкой автосервиса как мы будем решать этот вопрос вопрос решился так что она мне выплатила за автомобиль ну можно сказать выкупил его себе под восстановление но я созвонился с егором его рассказал что у него есть на продажу вот этот красавица но он кстати уже выставил на продажу как он сказал на дроме да я не знаю где потому что я не видел объявление ничего но я попросил его притормозить егор ну егор притормозил подождал на одну не знаю сколько две или три недели может быть пока еще вопрос хозяйка решил все потом деньги от хозяйки получил и начались у меня уже ну мы как начались эти с егором вопрос решать уже как ее оплатить и все такое но егор те показывал аукционник да у меня все мне фон прислал мне фотки с аукционником все там и там какой батарейка там какая там проверка у него была вот в общем там все фотографии были потом егор мне еще видео прислал как он снимал ее там ну тип перед продажей там ходил с этим краску смотрел толщиномером в общем все было четко так такой вопрос сколько тебе обошлась эта машина вот с доставкой сюда получать с иркутска в москву ну и гору я 22 595 надо и доставка из иркутска 70 рублей в общем 2 670 грубо говоря ну грубо говоря да вот так вот друзья вот такие цены сейчас на такие машины вставляете просто космические цены космические вот давайте мы сейчас быстренько с вами пробежимся по этому и сквайру посмотрим интересные моменты вот допустим видите вот здесь фара это подсветка поворота когда по ну на право поворачиваешь соответственно влево фаре налево как тебе эта функция уже успел попробовать ну я сразу не заметил но вчера когда подъезжал дома сюда обратил внимание прямо загорается да не очень хорошо подсвечивает потому что на воксе это не был на волоксе не на октябре не было какого года был в октябре шестнадцатого сада там не было так решали пишем и там не было да а по-моему такого вообще ни у кого нет кроме вот этой эсквайра на вокс только ближний свет был этот какого радиатор как новый семьи на вовсе только ближний свет был светодиодный а дальний был но обычные галогенки а здесь и то и то а здесь сюда даже эти какого противотуманки тоже галоген эти светодиодные диодные на таланчике красиво конечно смотрится они там обычные круглые здесь такая право кто будет менять машина кстати черного цвета а на солнце она кажется как будто она такая фиолетовая реально так колеса это вот он те на этих колесах до прислал ее ну да так что у нас тут гудьяр 205 65 16 ну резина довольно таки жирная хорошая резина за по-моему новую резину ты его по-моему говорю вот гибрид хром соответственно хром вот у сквайра вот так идет хром ветровики вот ну интересно тут конечно друзья вот салон салон мы сейчас заглянем здесь сзади у я в принципе уже вот здесь и скаут эти все царапулечки мы так пробежались вот здесь вот нашли мелкой царапулька и плен ее просто заполировать три секунды я думаю как будто бы ответки вот вопрос вот здесь я вот честно не помню будут ли тут рыжики как на предыдущих эсквайрах и воксика знаете тут где пистона были ржавела вот здесь есть нету не помню надо будет в чате у ребят поспрашивать спойлер стоит ну конечно красиво да сделано да вот стопарь парида красивый были по еще до конца бы если был вообще храна это только уже тюнить если так здесь у нас вот а3 тоже царапки вот такие вот мелочные час так вот отражение не было раз два тоже каких-то веток не знаю это мелочь вообще ерунда на скорость не влияет на хром ручки вот кстати машины страдали облазит и хром здесь смотрю с хромом все в порядке не облазит а я уже встречал ни одну машину даже с пробегом 40 облазили ручки вот какая-то беда прибыла кстати зеркала не греются не проверял на не проверял попробовать друг мало ли вот принципе да мне машина нравится как тебе вообще внешность по сравнению с воксиком ну нет красивый ты знаешь мне кажется не мор такая хитрый блин халах узкий да да но она выглядит конечно какой-то такой прям это решетка вообще конечно красиво на бомба просто вообще бомба ну пойдемте в салон там интересно итак заглядываем в салон сразу видим что тут уже идет процесс процесс дооснащения это значит валера цепляет вежливые поворотники вот будут вежливые поворотники он на прошлой воксе он ее всю сам разобрал зашумил кнопки свет перепаял в общем шумку сделал этой машине предстоит то же самое то же самое да предстоит ты сейчас в отпуск идешь с апреля выведу скоро в отпуск и начнется процесс вот на этом же самом месте полный разбор а ты бы еще видео для нас писал бы как он все это делает смотрите вот карта двери у воксика была ткань да здесь идет уже кожа вот это вот ставочка красивая конечно смотрится классно как тебе вообще вот да вообще салон вообще прекрасный классный до салон вообще я на воксе я карта дверей покупал специально вот такие вот карта дверей коричневый до до менял на вовсе хотел потихоньку салон переделал а тут такая красота вообще полностью на бы мне вот очень нравится эта обивка кожа конечно вообще выглядит супер был руль вот с косточкой смотрится тоже классно классно не хватает конечно вторых кнопок будут так его будет вот эти подстаканники тыс воксика забрал здесь эти в премиуме только в премиуме идет подогрев руля тоже коричневая вставка тут он чудо по обслуживанию 020 или видно педальки смотри педальки тоже с воксика а это уже переставил накладки вообще быстрый просто два дня машина уже уже все началось коврики коричневые так что тут у нас еще посмотрите зеркало с автозатемнением идет черный потолок а на воксике у тебя был белый был белый подсветка кстати здесь смотри желтой фонарь горит потом что здесь еще интересно весь салон освещать спереди да вот одной кнопкой не было на воксе не было действительно и это очень удобно прям вообще очень удобно ну это все также осталось и подсветка вот здесь светодиодная идет и соответственно там тоже идет светодиодная подсветка видите как смотрится черный потолок черной динамики ручки дефлектора все черное конечно это вот премиум вот это премиум так что еще здесь конечно смотрится наверное красивее чем на камере ну я думаю да потому что мне когда и город прислал пор я видел это видео так бардачок ключ у тебя кстати ключ один был 22 ключа здесь уже жить что-то а это с руля снял потом подогрева сидений подстаканники все стандартно появились эти зарядники тоже здесь вот немножко такая лакированная в полосочку накладочка маленькая ручка я уже так отвык от этого магнитола и уж все 2g вот кстати у тебя можно переключать музыку через бортовый компьютер на магнитоле я не не пробовал не знаю на этом но я даже не хочу я там что-то играет я так понимаю ты егор там настроил что там три программы играет по радио я так не ковырялся все равно его буду менять так электропривод сейчас выключен это вот валера уже сам положил ковер вот для кого-то если это важно вот идея пожалуйста ковер закрывает все салазки пожалуйста если вы используете только второй ряд вот так все это выглядит смотрите как классно да красиво коричневый салон смотрится конечно прям вот богато ковер из леруа мерлен сидушки тоже это состояние просто навел карты дверей тоже вон не царапин ничего ты а ты что не по салону находил кинуть косяки нет нет никаких косяков вот chrome ручка смотрите ну накладка это кстати очень вот эта накладка вроде как бы кажется ерунда на самом деле она в темное время суток помогает легче ручку найти также сетка тех косяков так-то и нет да не нет косяков она такой еще не кому-то она прям завода вторая печка а кстати вторая печка кондиционер что тут присутствует да 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 конечно столик олег до столик вообще-то очень удобный а вот а воксиках нет такого у меня не в том моменте был китайский с алиэкспресс здесь крючочек вот пойдем в багажнику посмотрим в багажник так поднимаем багажник вот багажник без электропривода вот так вот все это смотрится с черным потолком из коричневыми сидушками третий ряд вообще проверял да все нормально ничего не рваная нет лично вот так вот и чем мне нравится toyota реально прям вот стекло не скрадывает это пространство и ниша большая кстати вот еще один ковер тоже с леруа на рд и роми для пожалуйста вот вырезал положил можно пачкать ну да он красивый но не прорезиненный обычный жалко пачкали жалко так посмотрите куда стыкается третий подголовник мало ли кто не знает я думаю уже все знают колесо это уже тоже с воксика перекочевал потому что здесь у него идет клей соответственно вот так все здесь обращаю внимание что это полка она слабая на нее вставать ногами не нужно сломаете бен за полка стоит тысяч двадцать дофига она стоит поэтому будьте осторожны так там на днище ни черта не видать ну вот так вот так вот такой вот автомобиль ища здорово здорово вопрос можно конечно можно вопрос ребятам кто будет смотреть это видео расскажите пожалуйста фильтр там какой стоит складыш или или же железо вот на рестайлингах вот когда арест вышел по моему в семнадцатом году и вот когда был переходный период там мог и тот тот фильтр встречаться вот у тебя кстати 17 год вот надо смотреть да надо посмотреть по каталогу эту машину конкретно я конечно обратись к виталии это ли быстроте найдет я конечно залезу но вот потому что да это будет можно купить не тот фильтр ну смотрится кэш здорово но тебе вот так какая больше нравится тот воксик или все-таки эсквайр этот интересней ну по салону однозначно вот этот не кстати я вот заметил да что но он при порезвее едет может батарея посвежее может быть чем в оксе вот у меня потому что у меня даже я заметил что на воксе было уже батарея уже несколько раз у меня улетал уже полностью заряжалась как бы а то есть стал умирать а у тебя какой был на воксе на 170 170 тысяч километров тоже убрал вокс тоже примерно с таким же как вот эту 70 78 и накатал сколько 170 получается или заметил что там уже батарейка уже как бы по сравнению с воксе вот это порезвее нафиг сейчас еще вот заглянем под капот но вполне вполне я думаю это возможно что более свежая батарея на больше энергии копит и больше отдает поэтому он едет пободрее давай капот глянем так вот капот шумка статин водой на нее не лейте осыпается ну и здесь вот так все все в принципе то же самое что на всех этих машинах начиная с 14 года можно крышку от приуса присобачить все прям вот все как на вью как на вью за сколько отдал воксе расскажешь в итоге она в итоге оценили и независимый оценил ее не задние тоже независимо по рынку и оценили средняя стоимость в 260 отдал за миллион девятьсот миллион просто хозяйка уже как бы все ни в какую но вот мы зададим вопрос просто вот зрителям вот как вы считаете машину продал получается с пробегом 170 тысяч в шестнадцатый год за миллион девятьсот и купил этот эсквайр за 2 600 р к но пробег 77 и год 17 это как бы ну равноценный такой обмен или удачно он купил или наоборот и неудачно напишите свое мнение кто как вообще считает обменялись бы вы таким образом или не допустим продать свой воксе за лям 900 и купить у такой эсквайр за 2 600 сделали бы вы так сейчас или нет кстати проверял антифриз здесь 35 вот тут инвертор 20 20 тоже надо менять задам еще валерий вопрос так он уже опытный гибридовод вот такой вот машины вот валер скажи вот какие-то плюсы и минусы машины хотелось бы ее заменить на какую-то другую или просто взял по штану нужда такая не честно говоря даже я уже привык воксе мне кажется другом уже не смогу есть но все только выше классом допустим альфард и только гибридный потому что экономия я езжу потихонечку у меня выше шести с половиной зимой не летом не подымался очень экономно экономная соточку 110 максимум все нормально вообще какие-то вот явные минусы можешь назвать машины блин ну каких даже не могу сказать для города я всю беларусью на нем объездил в питер два или три раза ездил по трассам это вообще просто я буду не гонщик конечно но соточку 120 вот все это вообще красота минусов я ну не знаю для меня не вот нет минусов просто друзья а про минусы и плюсы автомобиля мы ну минус кстати могу показать давай пойдем в салоне вспомнил так я когда сижу вот не знаю у меня вот так левая нога получается вот сюда вот убираю упирается да и у меня костяшка прямо в коленку здесь начинает болеть да я туда подушку приклеиваю есть такая красивая подушечка с алиэкспресс и все ну как бы вот здесь минус ну ну вот я начал говорить друзья это плюсы минусы этой машины мы попробуем заснять смуз авто игорь он уже тоже не один год ездит на воксике белом на драйве довольно таки известный плюс у нас есть группа мы под соберем информации плюсов минусов принципе я вот так уже знаю могу так накидать но и в этом видео не буду и мы с игорем попробую вам вот прям рассказать вообще по машине такую но базу знаний какой-то что ли выдать учитывая мой опыт учитывая опыт группы учитывая опыт игоря поэтому это видео будет разные да кому-то нравится кому-то не нравится у меня он как ну вот знаешь я вот вам просто тоже друзья скажу вот лично свой явный минус почему я вообще поменял эту машину хотел ее поменять я считаю что она слабая по трассе вот когда едешь даже 110 вот эту комфортную скорость ты хочешь обогнать и она с тяжело набирает скорость тяжело но я включаю на трассе вот это как power power да но пвр нормально мне хватает ну вот а мне лично не хватает но я скажу что очень многим этого не хватает очень многие отмечают вот этот вот минус автомобиля ну ладно в общем то про плюсы и минусы мы поговорим в другом ролике по этой машине в принципе все я так и это уже посмотрел сколов ничего не видно егор здесь еще поставил получается ему новую резину 16 колеса позже были 15 и проставки спереди ему установил вот ну и плюс ее подготовил помыл почистил и все такое вот такой вот рассказ получился вот такой вот осмотр esquire g премиум да такие машины сейчас вести реально дорого санкционка плюс 250 300 тысяч рублей к цене плюсы риски и едет долго в общем как то так так сейчас валере вручим подарок валер ну я хочу поблагодарить тебя вот ты попал в кадр что всем привет да что ты немножко рассказал свою историю машине вообще о машине рассказал показал и вот тебе от небольшого небольшой подарок от нашего спонсора такого print for you вот держи глянь ну нифига себе я уже вижу я уже вижу офигенно вообще это тот самый эсквайер который сейчас стоит вот здесь ну как тебе ну отлично вообще классно сделано друзья это это картина на металле на металле сделана специальная картина вот пожалуйста будут контакты написаны на экране кто хочет сделать фотографию любимой машины и не знаете там любимых людей друзей там картинки какие угодно обращайтесь видите круто да ну вот так ну что ж друзья спасибо коль да пожалуйста спасибо нашему спонсору спасибо да ну что ж друзья все на этой счастливой ноте мы заканчиваем подписывайтесь на канал в ю тубе в телеграме обращайтесь вот за такими подарками очень это необычное ну мало кто такой вообще ждет не может налюбоваться да классно вообще все всем спасибо думаю теперь куда повесить всем пока